Доброе утро! В 8.00 в столице. Время новостей. О последних событиях в стране и мире я Марат Ирназарул и корреспонденты Хабар-24. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса COVID-19. Об этом заявил глава ведомства Тедра Садханам Гибреисус. По его словам, в ближайшие дни количество случаев смертей и количество затронутых стран увеличится. До сих пор Всемирная организация здравоохранения называла вспышку COVID-19 лишь эпидемией. Пандемией же называют необычайно сильную эпидемию. Она характеризуется распространением инфекционного заболевания на территории страны, сопредельных государств, а иногда и многих стран мира. К этому часу более 120 тысяч инфицированных COVID-19. За пределами Китая активнее всего коронавирус распространился в Южной Корее, Италии и Иране. Количество погибших свыше 4 тысяч человек. Между тем уже 67 тысяч человек выздоровели и выписались из больниц. Описание ситуации как пандемии не меняет оценки ВОЗ угрозы, представляемой этим коронавирусом. Это не меняет то, что делает ВОЗ, и это не меняет то, что должны делать страны. Никогда раньше мы не сталкивались с пандемией, вызванной коронавирусом. И никогда не сталкивались с пандемией, которую в то же время можно контролировать. Меры карантина, введенные в Испании, затронут свыше полутора миллионов студентов и их семей. В среду в Испании вступили в силу новые меры по предотвращению распространения коронавируса. Все школы, детские сады и университеты будут оставаться закрытыми в течение 15 дней в Мадриде и в Лариохе, а также в баских городах Витория и Лобастида. Четыре школы в районе Астурии также закроют. Испанское правительство попросило компании разрешить сотрудникам работать из дома. Министерство здравоохранения Испании подтвердило, что у 2000 человек положительный результат на коронавирус. 47 умерли. Причем половину случаев специалисты зафиксировали в Мадриде. Стало известно о 8 новых случаях COVID-19 в России. 6 человек с заболеванием выявили в Москве, еще двоих в Подмосковье. Четверо из них недавно прибыли из Италии. Всех пациентов госпитализировали в столичные стационары. Под медицинским наблюдением находятся почти тысячи человек. Это не только близкие пациентов, но и таксисты, а также курьеры. О режиме повышенной готовности в российской столице расскажет наш собственный корреспондент Дана Нружан. Оперативный штаб по коронавирусу в Москве накануне сообщил, что среди 8 новых случаев заражения – один ребенок. Общее количество заболевших в России достигло 28 человек. 15 из них из Москвы. Под наблюдением находятся около тысячи человек. Это те, кто был в контакте с заболевшими. Власти приняли дополнительные меры. Россия с 13 марта закроет почти все рейсы в Италию, Германию, Испанию и Францию. Кроме того, Москва ввела временный запрет на выдачу виз гражданам Италии. В столице запрещены массовые мероприятия. В России меры противодействия коронавируса выглядят не так пугающе, как в Китае. Нет патрулей в костюмах химзащиты. Транспорт, рестораны и магазины работают в прежнем режиме. Но есть один пункт, который вызывает наибольшее количество вопросов у москвичей – это режим самоизоляции. Тем людям, которые приехали из стран с неблагоприятной по коронавирусу обстановкой, запрещено покидать свой дом. А тем, кто считает режим карантина, грозят уголовной ответственностью за нарушение эпидемиологических мер. И максимальное наказание за это правонарушение – 5 лет лишения свободы. Согласна я, в принципе, с этим, потому что, ну, почему люди, которые уезжают за границу, могут себе это позволить? Они могут подцепить этот вирус и перенести его к нам, и должны болеть мы, кто как бы не ездит никуда сейчас. Не поехали в отпуск, ехать некуда. Ну, планировали на конец этого месяца, а не получилось, потому что мы смотрим везде, в тех странах, куда мы хотели, в принципе, могли бы поехать, уже все. Я понимаю тех людей, которые недовольны, но при этом, с другой стороны, я понимаю тех, кто эти меры тоже принимает, потому что, ну, общая такая массовая, возможно, под волной вот эта общая массовая паника и волнение тоже вынуждены люди говорить, типа, все в порядке, все хорошо, никто не помирает. Однако некоторые эксперты считают, что пристальное внимание к новому вирусу вызвано не опасностью заболевания, а экономическими причинами. Коронавирус – это новый эфемизм для кризиса, считает эксперт Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Новые механизмы борьбы с COVID могут быть использованы в протекционистских целях. Что мешает вам сказать, что вы считаете, что эпидемиологическая ситуация в этой стране настолько плоха, что туристы туда в этот сезон поехать не должны? И этот способ воздействия на экономики, да и где-то на поведение собственных туристов, он, скорее всего, останется надолго после 2020 года. То есть это придет на десятилетия. Да, вирус есть, есть проблемы со здоровьем, ничего в этом страшного, драматического. Медики и биологи не видят, а атипичную пневмонию считают гораздо более сложной проблемой. Как бы то ни было, официальные лица в России подчеркивают, повода для паники нет и приводят в пример Китай, которому удалось купировать вспышку вируса. На фоне режима повышенной готовности, Роспотребнадзор заявил, что все субъекты страны обеспечены диагностическими тест-системами. Дана Нуржан, Дмитрий Настиченко, Россия, Хабар, 24. В конце февраля турки не стали больше сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыли свои границы с ЕС. Мы выполнили свои обязательства, остановили поток беженцев в Европу. У нас нашли приют миллионы беженцев. Но Европа свое слово не сдержала ни по финансовой поддержке для беженцев, ни по обещаниям по отмене виз для граждан Турции. До тех пор, пока не будут удовлетворены наши ожидания по открытию пунктов переговорного процесса о вступлении Турции в ЕС, обновлению соглашения о таможенном союзе, мы продолжим применять принятые на наших границах меры. После колебаний на бирже белорусский рубль существенно слаб к доллару, резко подешевев почти на 5%. Для белорусов это стало настоящим шоком. Нечноподобная страна уже переживала в 2011-м. Власти пока уходят от конкретики, считая излишнюю активность населения необоснованной. А вот экономисты прогнозируют существенную реформу рынка экспорта и импорта в стране. Подробности в материале Дмитрия Лукша. То ли смирившись, то ли устав от валютной лихорадки, белорусы решили не повторять забеги по магазинам, как это было 9 лет назад. В 2011-м во всех крупнейших торговых центрах прилавки пустовали. Зато в домах некоторых десятками пылились нераспакованные чайники, телевизоры и микроволновые печи. Причина – колебания белорусского рубля и исчезновение валюты в обменниках. Раз в две недели можно купать. Что-то или какая-то сумма оговаривается от каждого дежурства? Ну, примерно. 500 долларов. То есть 500 долларов раз в две недели можно приобрести по официальному курсу? Да. Уже через несколько часов после непопулярности белорусского курса на бирже Александр Лукашенко созвал руководство Совета министров. Не вдаваясь в конкретику, глава государства подчеркнул, ввиду последних событий национальная валюта точно не обесценится по отношению к интересам людей. Заверил, что власти сделают все возможное, чтобы лихорадка на бирже не добавила головной боли белорусам. Вся экономическая система страны должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей. Хочу подчеркнуть, никакого популизма здесь нет. Как некоторые могут, опять расчувствовавшись, заявлять в телеграм-каналах и прочее, что, мол, вот в канун выборов люди, люди. Я еще раз хочу повторить то, что говорил с первого дня своего президентства. Вся система и государство в целом имеют тогда только смысл, если они во благо людям. Экономисты рассматривают сложившуюся ситуацию с более прагматичной точки зрения. Дальнейшее развитие событий покажет, американский цент или все-таки российская копейка бережет белорусский рубль. Не исключено, что после обвала мировых цен на нефть сырье в Беларусь будет поступать из Москвы по сниженной стоимости. Однако это вовсе не гарантирует дешевизну горючего на отечественных заправках. Ценовая политика продажи топлива в последнее время балансировала на уровне 1 доллар за литр. И вряд ли белорусские концерны отступят от устоявшихся ценовых ориентиров. Обрушился российский рубль, значит российский экспорт при прочих равных условиях становится дешевле. Поэтому следует ожидать, как в Казахстане, так и в Беларуси, что продукция российских предприятий подешевеет на наших рынках. Мы ожидаем того, что вполне возможно российские товары хлынут сюда. Это с одной стороны. С другой стороны выгодно, даже если какие-то дорогие товары выгоднее. Как была уже ситуация в 2014 году, когда ехали, покупали машины, вплоть до того, что покупали машины, было выгодно покупать в России. Вот примерно такая ситуация может иметь место на сегодняшний день. Стоит отметить, что такого скачка курса доллара в мире не было с начала 90-х. Правда, тогда пощекотать нервы вкладчиков заставила начавшаяся война Ирака с Кувейтом. На каком уровне зеленый останется в памяти в 2020-м, станет понятно совсем скоро. Уже во вторник белорусский рубль немного выдохнул и окреп к доллару. Хотя белорусы, наученные горьким опытом, не спешат радоваться. В обменниках по-прежнему очереди, а в торговых центрах появились первые корректировки цен. Увеличилась стоимость на электронику и технику, в первую очередь, импортного производства. Дмитрий Лукша, Константин Никоноров, Хабар 24, Беларусь. Стоимость нефти упала почти на 4% после заявления Саудовской Аравии. Очередная новость арабской страны об увеличении добычи черного золота аннулировала наметившийся рост цен на нефть, и они возобновили падение. Со всеми подробностями к эфиру присоединяется Сабина Балашкина. Спасибо, Марат. Да, действительно, на лондонской бирже начали падать котировки нефти эталоны марки «Брент». Произошло это после заявления Саудовской Аравии о планах нарастить добычу не до 12 млн баррелей в сутки, а на миллион больше. Утренние торги в среду показали рост цены на нефть на 6%. На лондонской бирже за баррель нефти марки «Брент» максимум давали 39 долларов 59 центов. Но после заявления «Риада» падение котировок возобновилось. Черное золото подешевело еще на 4% и торговалось у отметки 35 долларов 75 центов за бочку. Стоимость барреля техасской нефти снизилась до 33 долларов 4 центов. Сегодня же две марки торгуются примерно в диапазоне аналогичных цен. Напомню, что власти Саудовской Аравии увеличивают добычу нефти, так как Россия отказалась подписать соглашение в рамках ОПЕК. Увеличить добычу черного золота до 5 миллионов баррелей в сутки намерены и в Объединенных Арабских Эмиратах. План будет исполнен уже в следующем месяце. По данным ОПЕК, еще в январе суточная производительная мощность Эмиратов составляла порядка 3 миллионов баррелей. Слово «ближайшие сроки» в государственной компании страны озвучат своим покупателям прозрачные цены на нефть. Колебания мировых цен на нефть никак не повлияют на стоимость казахстанского бензина. В ближайшее время расценки на топливо не будут снижаться или расти. Цены останутся на прежнем уровне. Об этом сообщают в Союзе нефтесервисных компаний Казахстана. Почему автомобильное дистопливо не дешевеет на фоне пикирующих мировых цен на нефть, как, например, это происходит в США? Эксперты отвечают, что в нашей стране этот рынок субсидируется государством. К тому же казахстанские нефтяные компании поставляют на НПЗ нефть по ценам, которые гораздо ниже мировых. Немецкая авиакомпания «Люфсан» завременно приостановила полеты в Казахстан. Авиаперевозчик выполнял регулярные рейсы из Франкфурта в Алматы и Нурсултан. По предварительной информации, «Лоукостер» возобновит полеты по данным направлениям уже с 25 апреля. Также в авиакомпании сообщили, что в полном объеме возместят стоимость авиабилетов всем пассажирам, которые приобрели их заранее. И вернемся к мировым новостям. Министр финансов Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение, заявил глава ведомства. За последние два месяца все финансовые показатели страны резко скатились вниз. Последний раз такое падение наблюдалось 12 лет назад. Эстонские власти сейчас озадачены тем, как минимизировать последствия кризиса и вывести из него хоть какую-то пользу. Но строить планы наперед практически невозможно из-за непредсказуемо меняющейся ситуации в мире. Мартин Хельми отметил, что такой плохой видимости в экономике, как сейчас, не было никогда. В Европе прогнозируют экономический кризис. По сценарию и мощи он может стать таким же, как в 2008 году. Об этом заявила Кристин Лагард. Председатель Европейского центрального банка уверена в том, что если страны Евросоюза не примут срочные меры по коронавирусу, то Европа столкнется с крупным экономическим шоком. Сейчас руководство центра банка изучает все доступные инструменты, которые могут помочь европейским странам справиться со сложной ситуацией. В частности, они рассматривают ультрадешевое финансирование и задумываются о том, как обеспечить безостановочный поток кредитов и ликвидности. За год пастеризованное молоко в нашей стране подорожало на 11%, а за последние месяцы оно прибавило в цене еще 1%. Собственные корреспонденты нашего телеканала узнавали, сколько сегодня стоит литр молочного продукта. Все подробности в рубрике «Карта цен». Самые бюджетные цены на молоко в Талдыкургане. 1 литр там стоит 200 тенге. Жители Павлодара приобретают молочный продукт за 230. Чуть больше за него отдают покупатели Костаная. За аналогичную цену молоко можно найти в магазинах Кокшетау. В Уральске оно дороже, но правда незначительно. Жителям Шымкента литр молока обходится в 270 тенге. Туркистанцам его продают за 280. Такая же цена установлена и в Тараге. В главном городе страны в среднем молоко стоит 290 тенге. В Каменогорске продукт реализуют за 300. Еще дороже этой цены молочный товар встречается в супермаркетах Караганды. И завершение информации о курсе валют с казахстанской фондовой биржи. Один доллар сегодня стоит 394 тенге 75 иинов. Евро 447.98 рубль 5.56. На этом у меня все. Видимся в следующем информационном выпуске. Спасибо. С обзором деловых новостей была Сабина Балашкина. Через несколько минут утренний эфир продолжит программа «Между строк». А сразу после нее вы увидите. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции. Какие прогнозы дают специалисты? Ущерб в 22 миллиона тенге. Полицейские Усть-Каменогорска задержали подозреваемого в поджоге Лексуса 570-й модели. Какое наказание грозит угонщику? Действующий победитель Лиги чемпионов английский Ливерпуль выбыл из турнира в первом этапе финальной стадии плей-офф. И чем отличился испанский атлетико? Об этих и других новостях расскажем через несколько минут. Не переключайтесь. Ценовая война на нефтяном рынке превращается в войну долговую. Такое заявление делает эксперт Блумберга Дэвид Фиклинг, комментируя резкий обвал цен на нефть на фоне неспособности стран ОПЕК+, договорится о сделке. По его мнению, в любой войне на истощение победителем становится не тот, кто обладает мощью, а тот, кто в наибольшей степени способен долгое время переносить тяготы. В настоящий момент у каждого из крупных игроков есть свои сильные и слабые стороны. Но ни одна страна не может добывать нефть с такими низкими затратами, как Саудовская Аравия, утверждает Блумберг и приводит подсчеты. На добычу одного барреля нефти на месторождении компании «Сауди Арамка» расходуется 2,8 доллара, в то время как корпорация «Эксон Мобил» тратит на добычу одного барреля 16 долларов, а российская государственная компания — 20 долларов. Если ситуация не стабилизируется, Россия и Саудовская Аравия предрекают бюджетный дефицит и девальвацию. Но Блумберг успокаивает. Бюджетный дефицит — это не конец света, а для большинства стран он давно стал нормальным состоянием. Кредитные рынки могут с легкостью выстроить прочный бизнес на низких ценах, если кредиторы будут ожидать улучшения ситуации. Коронавирус заставил авиакомпании совершать рейсы-призраки, сообщает издание The Times. Дело в том, что авиаперевозчики вынуждены совершать пустые рейсы, чтобы не потерять слоты на посадку, стоянку и взлет в аэропортах. Этого требует действующие в ЕС и других странах правила «используй или потеряешь». Министр транспорта Великобритании Гранд Шепс всерьез обеспокоенный ситуацией направил письмо независимому координатору слотов в аэропортах, в котором призвал ослабить существующее в Европе правило, отложив его хотя бы до осени. В письме говорилось о вреде экологии от нерационального использования воздушного транспорта. Из-за эксплуатации пустых самолетов без необходимости сжигаются тысячи тонн горючего, что увеличивает выбросы парниковых газов и наносит ущерб авиакомпаниям, которые и так находятся под огромным давлением из-за резкого спада пассажиропотока. В соответствии с законодательством Евросоюза, авиакомпании должны использовать 80% выделенных им слотов в аэропортах, иначе они рискуют уступить их конкурентам. Ранее правило 80 на 20 уже было отменено для авиарейсов в Гонконг и материковый Китай, рассказывает газета. Между тем аналитики уже оценили возможные потери мировой туриндустрии от коронавируса в 80 миллиардов долларов, а вот ущерб авиакомпаниям по всему миру от эпидемии по подсчетам Международной ассоциации воздушного транспорта может составить 113 миллиардов долларов. Французское издание Slate пишет об интересном наблюдении. Перед лицом нового типа коронавируса актуальность обнаруживает пирамида потребностей Маслоу. Дело в том, что паника вокруг COVID-19 ставит безопасность в основу человеческих приоритетов. Так же, как и американский психолог Абрахам Маслоу в основу своей иерархической модели возложил физиологические потребности и чувство безопасности. Автор статьи утверждает, в нестабильном контексте начала 2020 года эпидемия выступает в роли поворотной точки, которая перетасовывает карты иерархии потребностей. Ситуация касается всего населения мира, независимо от социального уровня, потребительских предпочтений, возраста или пола. Кроме того, переосмыслить свою деятельность вынуждены многие игроки. Длинные маршруты укорачиваются, бренды класса люкс теряют актуальность на рынке. А компании, предлагающие еду, воду, лекарства и энергию, наоборот, преуспевают, пишет Slate. Существует множество мифов о рыжеволосых людях. Газета Wet'n's Cup рассказывает об еще одном их свойстве. Джулиана Мур, Мик Хакнелл, Джиллиан Андерсон и другие обладатели рыжих волос обязаны за цвет гену под названием MC1R. Именно он обеспечил им рыжие локоны, которые помогают блистать на сцене, киноэкранах и привлекать внимание окружающих, рассказывает автор. Но, возможно, MC1R влияет не только на цвет шевелюры. Это доказывает ряд исследований. Так, еще в 2012 году работы Датского университета Ольберга показали, что ген выполняет в организме несколько функций, в том числе определяет, как мозг реагирует на боль. Ряд опытов показал, что рыжеволосые люди чувствительнее к боли, связанные с прикосновением к чему-то холодному. Зато меньше реагируют на ожоги от горячего. Что же касается уколов, давления и обжигающей острой пищи, то здесь рыжеволосые устойчивее, чем остальные люди. Не исключено, что ген MC1R связан также и с интеллектом. По результатам одного британско-американского исследования, ученые пришли к выводу, что рыжеволосые люди становятся генеральными директорами компаний с вероятностью в 4 раза больше, чем остальные граждане в рамках одной и той же группы населения. Интересно еще, что рыжеволосых людей в мире в принципе не так много. По подсчетам ученых, рыжие пряди волос на Земле имеют лишь 2% всех людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова В Акмолинской области сгорел пассажирский автобус, а в Усть-Каменогорске полицейские задержали подозреваемого в поджоге дорогостоящего внедорожника. Подробности об этих и других событиях смотрите далее в рубрике. В Актаус били 18-летнюю девушку. Она пыталась перебежать дорогу там, где нет ни светофора, ни пешеходного перехода. Как сообщили в полиции, по факту ДТП составлен протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях. Автомобиль поместили на штрафстоянку. Пострадавшую госпитализировали в областную больницу. В Целиноградском районе Акмолинской области загорелся пассажирский автобус. Сообщением Нурсултан Хосше ЧП произошло около 22 часов вечера возле остановки. Возгорание началось с моторного отсека. Полностью потушить огонь удалось спустя полтора часа. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. Полицейские Усть-Каменогорска задержали подозреваемого в поджоге Лексуса 570-й модели. Машина была припаркована в районе Стрелки. Ущерб оценен в 22 миллиона тенге. По факту умышленного уничтожения автомобиля было начато досудебное расследование. Стражи порядка изучили записи камер видеонаблюдения и установили, что примерно в 2 часа ночи неизвестный мужчина подошел к внедорожнику, облил переднее левое колесо неустановленной жидкостью, поджег и скрылся. По подозрению в совершении этого преступления задержан 27-летний безработный житель областного центра. Он вотворен в изолятор временного содержания. Установлен и подельник злоумышленника, который подвозил его к месту происшествия. Мотивы поджога еще только предстоит установить. В Жамбылской области сотрудники Управления по противодействию наркопреступности задержали 41-летнего жителя села Толеби. При обыске его автомобиля был обнаружен целлофановый пакет с гашишем весом 4,630 кг. После чего в месте проживания сельчанина найдено ружье 12-го калибра, 4 патрона к нему, а на складе у него хранилось свыше 30 кг марихуаны. Подозреваемый дал признательные показания и был вотворен в ИВС города Шу. Ведется досудебное расследование. В Усть-Каменогорске полицейские раскрыли крупную кражу. Злоумышленники похитили из ресторана металлический сейф, в котором находилось 20 тысяч 200 долларов и 100 тысяч тенге. Опергруппа из числа наиболее опытных сотрудников полиции в ходе разыскных мероприятий задержала двоих подозреваемых. Установить марку автомобиля и выйти на след предполагаемых грабителей стражам порядка удалось с помощью камеры Сергея. Одному из задержанных в 26 лет, второму 35. Оба сейчас находятся в изоляторе временного содержания. В настоящее время проводятся все необходимые следственные оперативные мероприятия по доказанию их вины и причастности к данному преступлению. В ходе допроса подозреваемые пояснили, что украденный сейф был скрыт и оставлен на обучении дороги. В настоящее время по данному факту кражи проводится досудебное расследование по статье 188, часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Видео, на котором грузовик сбивает патрульную машину, бурно обсуждают в социальных сетях. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области. Выяснилось, что это ДТП произошло на трассе Алматы-Кокпе-Коктал. Сотрудник батальона патрульной полиции преследовал автомобиль с подложным госномером. Но в один момент машина нарушителя произвела резкий маневр, из-за чего служебный автомобиль марки Hyundai Elantra и оказался в аварийной ситуации. Все действия сотрудника полиции подтверждаются записями видеожетона и регистратора, подчеркнули в ведомстве. В Алматинской области с апреля вводится запрет на ловлю рыбы. Начнется отработка оперативно-профилактического мероприятия «Нерест-2020». По словам руководства территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, с этого года ужесточили меры наказания за браконьерство. В частности, за применение запрещенных средств ловли рыбы, например, электроудочек или взрывчатых веществ, сумма штрафа увеличена в 10 раз – с 300 до 3000 месячных расчетных показателей. За повторное нарушение предусмотрено лишение свободы сроком до 3 лет и конфискация имущества. Запрет на ловлю рыбы в период нереста на территории области вводится до 1 июня. В минувшем году зарегистрировано 343 факта браконьерства. 9 человек привлечены к уголовной ответственности. В пользу государства взыскано 5 миллионов тенге, изъято 11 лодок и больше 60 средств ловли рыбы. А с начала этого года уже зарегистрировано 9 фактов незаконной рыбалки. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса COVID-19. Об этом заявил глава ведомства Тедрес Адханамт Гибреасус. По его словам, в ближайшие дни количество случаев смертей и количество затронутых стран увеличится. До сих пор ВОЗ называли вспышку COVID-19 лишь эпидемией. Пандемией же называют необычной, а и насильной эпидемией. Она характеризуется распространением инфекционного заболевания на территории страны, сопредельных государств и даже других стран мира. К этому часу более 120 тысяч инфицированных COVID-19. За пределами Китая активнее всего коронавирус распространился в Южной Корее, Италии и Иране. Количество погибших свыше 4600. Между тем, уже 67 тысяч человек выздоровели и выписались из больниц. Описание ситуации как пандемии не меняет оценки ВОЗ угрозы, представляемой этим коронавирусом. Это не меняет то, что делает ВОЗ, и это не меняет то, что должны делать страны. Никогда раньше мы не сталкивались с пандемией, вызванной коронавирусом. И никогда не сталкивались с пандемией, которую в то же время можно контролировать. Во Франции число заболевших коронавирусом за сутки выросло почти на 500 человек. Страна готовится к объявлению третьей самой серьезной стадии эпидемии. Приказом правительства запрещены любые мероприятия, на которых собирается больше тысячи человек, в том числе спортивные. И долгожданный матч Лиги чемпионов между ПСЖ и Дортмундской Боруссией прошел при пустых трибунах. Но парижских фанатов никакими приказами не остановить. Они все-таки собрались, чтобы поддержать команду. Коронавирус как главный антигерой матча Лиги чемпионов. Накануне его подозревали в выведении из строя одной из звезд парижского клуба Келяна Мбапе. К счастью, тест оказался отрицательным. И тому же коронавирусу посвятили самый большой флаг фанатской тусовки. Несмотря на то, что власти запретили собираться болельщикам из-за угрозы распространения коронавируса, никого это не остановило. Около двух тысяч человек все-таки собрались у стен стадиона, чтобы поддержать любимую команду. Они по смартфонам следят за тем, что происходит. Вы видите бурную реакцию. И болельщики очень надеются на то, что их команда слышит. Позже болельщиков пересчитают тщательнее. Не две, а три тысячи. Вирусы не боятся на футбол ходить. Решили не только ярые ультрас, но и мирно настроенные горожане. Некоторые с детьми. Нет, мы не боимся коронавируса. Поэтому мы тут объединились. Нас тут больше тысячи. И все пришли, чтобы помочь команде выйти в следующий круг. Нет, мы не согласны. Многое открыто. Парижский Диснейленд, коммерческие центры до сих пор открыты. Почему мы не можем пойти на стадион, чтобы поддержать нашу команду? Я думаю, это неправильное решение. Впервые за последние три года парижский клуб прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов. При пустых трибунах, но с мощной поддержкой за ними. Там, на стадионе, их все-таки слышали. Потому что после команда вышла поблагодарить своих фанатов. Разумеется, с безопасного расстояния. Алия Сыздыкова, Руслан Амиржан, Хабар 24, Париж, Франция. Меры карантина, введенные в Испании, затронут свыше полутора миллионов студентов и их семей. В среду в Испании вступили в силу новые меры по предотвращению распространения коронавируса. Все школы, детские сады и университеты будут закрыты в течение 15 дней в Мадриде и в Лариохе, а также в баских городах Витория и Лабастида. Четыре школы в районе Астурии также закроют. Испанское правительство попросило компании разрешить сотрудникам работать из дома. Министерство здравоохранения Испании подтвердило, что у двух тысяч человек положительный результат на коронавирус. 47 умерли, причем половину случаев специалисты зафиксировали в Мадриде. В Китае за последние сутки врачи зарегистрировали свыше 15 новых случаев заболевания коронавирусом. 11 человек погибли, почти 15 тысяч человек все еще находятся на лечении. При этом более 80 пациентов в Поднебесной прибывшие из других стран. Как в Китае намерены защищаться от случаев заболевания из-за рубежа, знает наш собственный корреспондент в Поднебесной, Ботагос Сыргабаева. Бота, доброе утро. О каких мерах идет речь и будут ли введены какие-либо жесткие санкции для въезда иностранных граждан? Здравствуйте, Марат. Да, действительно, Китай принимает меры, чтобы выявлять случаи коронавируса среди прибывших из-за рубежа. В пекинском аэропорту создали специальную зону для пассажиров из стран с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией. Ограниченное число сотрудников должно быть сосредоточено в ключевых точках. Мы имеем запасной план действий чрезвычайной ситуации для каждого самолета и тест для анализа на каждого пассажира. То есть подход максимально индивидуальный в каждом случае. Еще мы организуем профессиональный медицинский персонал для проведения осмотра каждого пассажира на всех прибывающих и вылетающих рейсах. Внимательно изучаем заполненные анкеты. Дважды проверяем температуру людей, прибывших из зон эпидемии. Пассажиров с симптомами заболевания мы обязательно обследуем, берем анализы и своевременно передаем их. Симптомы заболевания. Костюмы и медикаменты. Хотелось бы также отметить, что в Пекине за минувшие сутки не было новых случаев заболевания. И у меня все к этому часу. Спасибо большое. По телефону из Китая о ситуации с коронавирусом сообщила наш корреспондент Ботагос Сыргабаева. Напомню, с сегодняшнего дня власти Казахстана из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции запретили въезд иностранцев из Германии, Испании и Франции. Об этом накануне 10 марта сообщил главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин. Другим темам в Шимкенте начали выдавать гарантированный социальный пакет детям из малообеспеченных семей в наборе продуктов, питания и гигиенические средства. Состав продуктовой корзины разработали по рекомендациям Минздрава. Ее будут выдавать раз в месяц на период назначения АСП. Сейчас выдают за январь, сообщили в Управлении занятости и социальной защиты. По их данным, помощь получат больше 9 тысяч семей. Специалисты попытались создать все условия для того, чтобы избежать большой очереди. Выдача производится в четырех крупных торговых центрах. Трое моих детей ходят в детский сад. Еще один в школу. Там он обеспечен бесплатным горячим питанием. И сегодня получили еще продукты. Для нашей семьи это, конечно, хорошая помощь. Спасибо. До одного из наших главных праздников, Дня Победы, осталось 58 дней. 9 мая каждый из нас будет вспоминать своих героев. Тех, кто до последнего защищал родную землю от фашистских захватчиков. И, конечно, мы будем поздравлять ветеранов, возлагать цветы к Вечному огню и другим памятникам героям. О них расскажет мой коллега Марк Брюшко. С каждым днем все ближе 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно в праздничный день сотни людей понесут цветы к монументу защитникам Отечества. А вот куда можно пойти еще? Ну, во-первых, чтим память лейтенанта Рахимжана Кошкарбаева. Командир Батулем, правда, меня предупредил. Это в неприказном порядке. Желаете? Идите. Гарантия остаться живым абсолютно исключательная. Вместе с рядовым Григорием Булатовым он в самый разгар боя первым установил красное знамя над входом в Рейхстаг. Кошкарбаев поднимается, спиной к колонии становится и ладонь его так выставляет. Булатов ему на ладони, на плечи и на флагшток вешает штурмовый флаг. Оттуда видно, Кармен снимает и ура кричат все. Ура! И вот в течение часа еще никого не было. Наши в мертвой зоне, вдвоем они не могут вборваться в Рейхстаг. И во время через час только туда Сорокин лейтенант со своим взводом подошел ползком. Памятник казахстанскому герою обосновался на пересечении улиц Мамышулы и Кошкарбаева в 2016 году. Его автор, скульптор Аскар Нартов. Годом ранее в столичном парке Жируик появился памятник генералу Ивану Памфилову и 28 героям-памфиловцам. Его открыл первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Этот прекрасный монумент высотой 2,5 метра сделан из бронзы. Нет таких, кто не знал бы, кто такой Иван Памфилов. В 1941 году он, будучи командиром 316-й стрелковой дивизии, вел тяжелые бои на Волоколамском направлении. К сожалению, 18 ноября того же года он был убит осколком немецкой минометной мины. А в 1942 году уже посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. В деревне Гуснево, когда он вышел уточнить по карте местоположение, в это время разорвалась минометная мина. Ранение оказалось смертельным, он не приходя в звание, скончался там. И он не узнал о том, что дивизия получила гвардейское наименование. Это первая дивизия, которая была именная, Памфилова. Ни одна еще дивизия не называлась по имени Ком-Ком-Дива. Бронза, гранит и бетон. Такой в представлении архитекторов для жителей Нурсултана предстала Алия Молдогулова. Авторам удалось передать изваянию и молодость, и твердость характера снайпера. А еще памятники воинам, павшим в Великой Отечественной войне и Бауржану Мамушулы. Так давайте же будем вспоминать наших героев не только 9 мая, а каждый день. Забыть их мы просто не имеем права. Марк Брюшко, Асхат Каркайшиев, Жандос Битабаров, Хабар, 24. В Павлодаре состоялась премьера спектакля «Ерти ояндым ойляндым» о жизни Абая Кунанбаева. Авторы постановки попытались воссоздать сразу два образа поэта – в юности и в зрелые годы. Артисты Казахского музыкально-драматического театра имени Жасупека Аймаутова передали эпоху становления Абая как личности. Уже в юности Акэн открыто выступал против своего отца Кунанбая и несправедливости того времени. Это в корне меняет его мировоззрение. Главные персонажи театральной постановки – Камка и Кудар. Маленький Абай стал свидетелем их печальной судьбы, которую подробно описал в произведении «Путь Абая» Мухтара Уэзов. Абай сыграл молодой актер Абзал Жакэб. Режиссером постановки выступил Аделет Аханов. Я не могу сказать, что полностью проник в образ Абая. Чтобы понять его натуру, нужно изучить еще много трудов известных абаеведов. Так как мне представилась возможность сыграть Абая в молодости, я думаю, что справился с этой задачей. Но судить – зрителям. Мы привлекли всех артистов театра. В числе главных персонажей отмечу Кунанбая Хаже, Улжан и бабушку Зере. Но главное – нам удалось представить главного героя в двух образах – молодой и взрослый Абай. Постановка получилась довольно насыщенная, в лучших традициях классического жанра. Надеюсь, зрителям понравилась наша работа. О других культурных событиях страны и мира расскажут наши корреспонденты далее в рубрике «Культвояж». В Казахском государственном академическом театре имени Абая в Алматы состоялись гастроли театра «Астана-балет». Творческий коллектив представил свои лучшие постановки, одна из которых – «Золушка» Сергея Прокофьева в постановке санкт-петербургского хореографа-новатора Надежды Калининой. Эта «Золушка» – она неоклассическая. В ней присутствует, знаете, и модерн, и неоклассика, и чистая классика. Как бы она такая «Золушка» у нас получилась стилизованная. Больше свободы пластики, именно вот по ногам, по рукам. Есть больше свободы, но мы не отходим от классических канонов. Вы, возможно, увидите где-то недотянутый специально носок, где-то сокращенная стопа, как бы и все это где-то ломанные линии. И все это, в общем, как бы собирает общую картину, как бы несколько стилей. «Золушка» – самый масштабный спектакль в репертуаре «Астана-балет». В постановке принимало участие вся балетная труппа, были задействованы масштабные декорации, световое оформление и видеопроекции. В дальнейших планах коллектива – гастроли по Казахстану и подготовка кинобалета, премьера которого предположительно состоится в июле. В Алматы, в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, прошел концерт Себастьяна Завадски, копенгагенского композитора польского происхождения. В своих произведениях пианист-виртуоз демонстрирует невиданную смесь жанров и стилей. «Мои произведения – это микс. Это и классика, и джаз, и этническая музыка, эмбиэт и постминимализм. Все это я стремлюсь объединить в своих творениях. Выбрать что-то одно я не могу, так как испытываю большую любовь к каждому из направлений. Это самый настоящий экстрим, и я не знаю, как отреагируют зрители, но что-то мне подсказывает, что им понравится». Помимо композиторской и исполнительской деятельности, Себастьян выступает как дирижер, аранжировщик и автор музыки к фильмам. Его творчество утонченное, но в то же время произведения повествовательные и просты. Завадский выпустил несколько сольных и совместных альбомов и сейчас работает над новым проектом, который также поразит зрителей небывалым сочетанием классики и экспериментализма. Музыкальный театр Айгули Монбаевой выступил со спектаклем «Чикаго» на сцене на Мат-Сити-Холл в столице. Автором постановки является американский композитор Джон Кандер. Криминальная комедия, основанная на либретто Фреда Абба и Боба Фосса, полна приключений. «Имя моей героини Велла Келли. Она знаменитая личность в Чикаго и исполняет дуэт со своей сестрой. После того, как ее сестра и ее муж заговорили против нее, она их убивает и попадает в тюрьму. Конечно, после заключения она не могла выходить на сцену, поэтому делает все возможное, чтобы снова осуществить свою мечту. «Там мир джаза. Я сама люблю джазовые песни. Песня, которую поет моя героиня – ее сольная джазовая песня. Я знала и пела эту песню с давних пор». Музыкальный спектакль основывается на криминальных хрониках. В главных ролях девушки-танцоры Рокси Харт и Билли Флинн, которые мечтали стать знаменитыми. «Моя роль в этой пьесе – Рокси Харт. Если говорить о Рокси Харт, она сильно желает выйти на большую сцену. Она готова ко всему для достижения этой мечты. Немного глупая, но очень коварная. Мы готовились к этому спектаклю около года. Мы показывали эту пьесу в стенах университета. И все же на большой сцене мы впервые появились как актрисы и актеры театра Айгули Монбаевой». Режиссерами спектакля «Чикаго» в столице выступили Айгули Монбаева и Баглан Имангазинов. В завершении выпуска афиша ближайших событий. 15 марта в музыкально-драматическом театре имени Куанышбаева пройдет показ постановки «Сарра». 15 марта артисты театра оперы и балета имени Абая представят публике спектакль «Легенда о любви». 15 марта в драмтеатре имени Лермонтова состоится постановка «Визиты к мистеру Грину». «Легенда о любви» Быть в курсе событий и в стране, и в мире и узнавать об этом первым теперь можно с помощью мобильного приложения «Хабар-24». Мы ценим ваше время. Наша редакция избирает самые популярные и интересные новости в политике, экономике, бизнесе, спорте, культуре и науке. Быть в курсе всего с «Хабар-24» очень легко. Вся информационная картина дня, телевизионные проекты, спецрепортажи, эксклюзив, а также возможность предложить свою новость, это и многое другое доступно в вашем мобильном устройстве и бесплатно для скачивания в Play Market и App Store. С приложением «Хабар-24» вы сможете читать актуальные новости, быть в курсе самых важных тем, сохранять новости в закладке, работающие даже без интернета, делиться новостями с друзьями, выбирать ночной режим чтения для защиты вашего зрения, получать уведомления о чрезвычайно важных событиях. К тому же каждый не только сможет поделиться информацией в социальных сетях, но и попробовать себя в роли репортера. Необходимо просто прислать свои материалы на горячую линию «Хабар-24» и об этом узнает вся страна. Встречайте и будьте первыми в курсе информационной картины дня вместе с мобильным приложением «Хабар-24». Субтитры подогнал «Хабар-24» Субтитры подогнал «Симон»! На этом выпуск завершен. Оставайтесь на «Хабар-24». Всего доброго и до встречи в эфире.